Многие молодые парни находятся в самом начале своего пути, и этот ролик я записываю в первую очередь для того, чтобы помочь им не потерять себя в этом суровом и жестоком мире. Вот несколько советов, которые я хочу дать всем молодым парням, кто посмотрит это видео. Номер один. Воспринимай жизнь серьезно. Не слушай людей, которые говорят тебе не относиться к жизни слишком серьезно. Это потерянные люди, которые лишены всяких амбиций. Молодой мужчина в рассвете сил, одарен высоким уровнем тестостерона и бешеной энергией. И когда ты не воспринимаешь жизнь всерьез, ты растрачиваешь этот дар впустую. Ты должен стремиться стать настоящим монстром. Начни становиться лучшей версией себя и обгони все свое окружение. Заодно ты проверишь своих друзей на профпригодность. Если они дорожат дружбой с тобой и разделяют такие же ценности и убеждения, то они точно не останутся позади. А если они не способны выдержать тот темп, который ты предлагаешь, то тебе с ними точно не по пути. Номер два. Не растрачивай себя понапрасну. Битвы делают нас сильнее, а победа в них неизбежно повышает уровень нашего тестостерона. Однако в твоей жизни будут и те битвы, участие в которых будет лишено всякого смысла. Причем эти битвы могут быть самого разного характера. Будь то физические, умственные или словесные. Ты можешь пойти на поводу у провокатора и совершить ошибку, которая будет лишь отдалять тебя еще дальше от твоих целей. Ты должен очень избирательно относиться к своим битвам. Если будешь сражаться со всеми без разбора, то у тебя просто не останется сил на действительно важную схватку, когда она настанет. Номер три. Тебе стоит всячески избегать вредных привычек. Не залипай за просмотром рилсов и тиктоков. Не играй в видеоигры. Не пей алкоголь. Не кури сигареты. А про употребление всяких других веществ я вообще молчу. Тебе может показаться, что курение травки делает тебя более взрослым и крутым. Но на самом деле ты выглядишь как клоун. Это не модно, а убого и зашкварно. Намного круче пойти в спортзал и сделать себе красивое точеное тело, чтобы выгодно выделяться на фоне всех этих додиков укурушей. Некоторые люди будут давить на тебя, чтобы у тебя сформировались плохие привычки. Они будут говорить, что ты скучный и ты должен присоединиться к ним. Ты даже можешь начать в это верить. Верить в то, что якобы упускаешь все самое интересное. Вредные привычки безумно легко создать и очень трудно бросить. Чем большего количества плохих привычек ты сможешь избежать, тем лучше будет твоя жизнь. А те люди, которые давят на тебя и пытаются навязать тебе эти привычки, неизбежно столкнутся с борьбой с этими привычками в будущем. И с огромной вероятностью они потерпят неудачу. Номер 4. Приведи в порядок свою голову. Самый лучший способ построить сильный ум – это построить сильное тело. Пробежка ранним утром. Занятие единоборствами или же тяга железа в спортзале. Все это поможет тебе выработать железную дисциплину, которая неизбежно будет распространяться и на другие сферы твоей жизни. Номер 5. Научись распознавать манипуляции. Не стоит принимать все, что тебе говорят, за чистую правду. Особенно, если это исходит от средств массовой информации. Всегда спрашивай себя, кто и зачем дает тебе эту информацию. И почему они хотят, чтобы ты поверил им. Общество знает, как использовать сильные эмоции против тебя. Особенно такие эмоции, как страх и гнев. Не важно, о чем идет речь в новостях. Всегда объективно анализируй эту информацию и не позволяй другим управлять твоими эмоциями. Номер 6. В первую очередь позаботься о себе. Всегда ставь себя на первое место и отталкивайся от своих собственных нужд и потребностей. Общество внушило тебе, что буква Я это последняя буква в алфавите. И что нужно думать в первую очередь о других, а не о себе. Но это наглая ложь. Тебя обманули, чтобы тобой было легче управлять и навязывать тебе чужую волю. Номер 7. Делай, а не говори. Приучи себя к тому, чтобы твои действия говорили громче твоих слов. Не надо вступать в спор и пытаться кому-то что-то доказать. Вместо этого покажи своими поступками и успехом в реальной жизни, почему твои оппоненты были неправы. Номер 8. Не вешай на себя ярлыки. Когда ты навешиваешь на себя ярлыки, ты ограничиваешь те результаты, которые ты можешь получить в своей жизни. Например, если ты говоришь, что ты слабый, ты навешиваешь на себя ярлык слабости. В тот момент, когда твои руки начнут немного дрожать во время отжиманий, твой разум автоматически убедит тебя в том, что ты слишком слаб. И ты бросишь это начинание. Вместо этого ты должен навешивать на себя ярлыки, которые будут густить твою силу. Или же не навешивать их совсем. Номер 9. Изучи женскую природу. Многие парни, не имеющие успеха у девушек, жалуются на то, что они якобы очень непредсказуемые и сложные. Так вот это совсем не так. Наоборот, девушки становятся чрезвычайно предсказуемыми, как только ты поймешь, как они устроены. А благодаря просмотру моего канала, у тебя точно не возникнет проблем с этим. Однако, если ты не разберешься в этом вопросе и не изучишь матчасть, то это упущение будет стоить тебе очень дорого в дальнейшем. Более того, незнание того, как устроена женская природа, может разрушить твою жизнь до самого основания. Номер 10. Цени своих настоящих друзей. Хороший друг – это золото. Один верный друг стоит больше, чем 10 тысяч родственников. Найти такого друга может быть трудно, но если он у тебя есть, обязательно им дорожи. Номер 11. Имей четкий план. Если хочешь победить, нужно знать, как действовать стратегически, а не просто плыть по течению. Планируй заранее, каким будет твой следующий шаг и что последует за ним. Чем больше надежных ходов ты просчитаешь наперед, тем лучше. Умей адаптироваться. Даже если ты все спланировал идеально, все равно может произойти что-то, когда тебе придется корректировать свой план действий. Ты должен уметь быстро перестроиться в случае необходимости, не колебаться и решать проблемы. Номер 13. Не будь трусом. Трус это худший типаж человека. Быть трусом настолько отвратительно, что язык не поворачивается назвать такого человека мужчиной. Научись всегда быть смелым и смотреть опасности прямо в лицо. Независимо от того, что ты чувствуешь. И будь готов всегда прикрыть спину своей товарищей. И последний и самый главный совет. Всегда будь благодарен. Что бы ни случилось в твоей жизни, всегда есть причина быть благодарным. Не важно через что ты сейчас проходишь. У тебя может быть самый худший день в твоей жизни. Это не имеет абсолютно никакого значения. Ты жив, у тебя есть крыша над головой и тебе есть что поесть. Будь благодарен хотя бы за это. Субтитры создавал DimaTorzok